За черных и за белых вовлечь как можно больше молодежи в занятия шахматами. Такую задачу поставили чиновники края. Впервые в регионе подписано трехстороннее соглашение между Министерством спорта, Министерством образования и науки, а также представителями Федерации шахмат. Инициатором выступили спортивные функционеры края. В ведомстве считают, что это станет примером для других федераций. Главная же задача увеличить количество занимающихся шахматами. Их, по мнению авторов проекта, должно быть больше. Например, сейчас из более чем тысячи образовательных учреждений края в проекте «Шахматы в школах» участвует лишь 10%. Еще одним положительным результатом трехстороннего соглашения в ближайшее время может стать увеличение количества участников всероссийского командного турнира «Белая ладья». Шахматы не только математические способности развивают. Удивительно, но есть ряд исследований наших отечественных. Занятие шахматами резко влияет на улучшение показателей по русскому языку. Казалось бы, такая странная корреляция, странная закономерность. На самом деле, когда мы начинаем анализировать, ничего странного нет. Шахматы систематизируют мозг. Порядок, как говорится, бьет класс. И этот порядок, систематизация мышления, системное мышление, как компетенция 21 века, начинает влиять на повышение успеваемости по всем другим предметам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!